Привет всем! Давайте поговорим про еду. Дело в том, что я очень люблю читать в Телеграме канал Платье мужики и антропология. Недавно на канале появилось обсуждение книги Рёку Сакегучи «На горе. Тоска по уходящему сезону». И автор канала сделал очень интересный комментарий по поводу сезонности еды. Насколько я понимаю, к сожалению, саму книгу я не читала, но там рассказывается про всякие сезонные блюда, сезонные овощи. И вот комментарий звучал так. Непонятно, нам описывают привычки гурманов или обычные люди там тоже едят все эти овощи в эти дни года. Упоминались, например, лепестки плодовых деревьев. Я решила, что будет интересно сделать комментарий на эту тему, потому что, с одной стороны, еда и особенно сезонность еды – это одна из тех тем, которые я в том числе немножко копала в своих исследованиях. Ну, а во-вторых, я всё-таки живу в Японии и очень люблю в том числе всякие разные овощи. Итак, начнём мы, наверное, с того, что сезонность – это действительно важный культурный код Японии, но связан он не с утончёнными развлечениями образованных людей, типа там, экибана, хайку и так далее, а скорее просто с традиционным укладом жизни. Как вы понимаете, крестьяне собирают сезонные овощи не потому, что они такие утончённые. Рыбаки ловят рыбу, на которую сейчас есть лов, а производители дешёвой уличной еды делают эту самую еду из того, что есть в наличии. Отсюда у нас в основном и берётся эта самая сезонность. И сюда же, кстати, относится региональность. В каждой префектуре еда немножечко отличается. И вот, допустим, если вы будете в нашей префектуре Мияги, то буквально на любом углу вы можете попробовать гютан, говяжий язык. Зайдите в любую кондитерскую, и там вам предложат что-нибудь с бобовой пастой дзунда, которая такого ярко-зелёного цвета. И в других префектурах вам это всё надо будет ещё поискать. Уезжайте в соседнюю Ямагату, и там уже немножечко другой ассортимент. Но даже более того, какие-нибудь маленькие городки в одной и той же префектуре могут иметь местный какой-то продукт, который за пределами этого городка найти сложновато. Это всё поддерживается чуть ли не на официальном уровне, иногда и вполне на официальном. Потому что это выгодно. С одной стороны, это поддержка местного производителя, потому что если в супермаркете продаются овощи, которые выращиваются вот прямо здесь и сейчас, то, конечно, в этом задействованы как-то местные фермеры. Опять же, выгодно создание ажиотажного спроса. Если у нас только сейчас, только здесь продаётся такой-то сезонный овощ, то люди будут его покупать больше, чем обычно. И заодно это охрана традиционных ценностей, потому что, представьте себе, какие-то блюда национальной кухни – это тоже традиционные ценности. И поддерживать их тоже, конечно же, нужно. И из этого и складывается ситуация, которую мы наблюдаем. Но есть ещё один немаловажный факт. Дело в том, что когда мы читаем про то, что японцы едят ростки бамбука, лепестки сакуры или там листья хоризонтемы, нам кажется, что это всё вау-вау-вау, так круто, так необычно, так экзотично. Но реально в большинстве случаев это просто овощи. Вот, например, сейчас у нас зима, и главные зимние сезонные овощи – это дайкон, японская редька, и хокусай, который у нас известен как пекинская капуста. И это просто аналог кабачка, потому что они реально везде. Вообще-то они круглый год продаются в супермаркетах, но сейчас они находятся на почётных местах. Из них всё готовится. Пойдите в любой ресторан, в любую едальню, и вам предложат зимние блюда, в составе которых будут дайкон и хокусай. Но помимо этого ещё, если у вас есть друзья, знакомые, может, даже и родственники, у которых есть свой собственный огородик, то вы непременно получите дайкон и хокусай в подарок, потому что их много, и их буквально некуда девать. А вот совсем скоро у нас будет весна, и весной ту же самую роль практически будут исполнять токинока – молодые побеги бамбука. С ними ещё такая вещь, что в свежем виде они бывают только весной, и это дополнительный стимул их покупать и употреблять. Поэтому даже люди, которые их не очень любят, рискуют в сезон непременно их съесть. Почему? Потому что домохозяйки, придя в супермаркет и видя на почётном месте этих самых токиноков, непременно их купят, и непременно что-нибудь из них сделают. Ещё они продаются в ресторанах в качестве сезонных блюд, в школах и детских садах входят в меню. Поэтому, да, едят их практически все. И, кстати, хотя с одной стороны они не так распространены в качестве подарочного овоща, как дайкона хокусай, Ну, у нас есть такая семейная история. Когда нашей дочери было года три, наверное, или, может, два, они с мужем пошли гулять, встретили бабушку, которая у себя на участке копала как раз токинока, абсолютно незнакомая бабушка, и наша дочка за её милость и маленькогость получила огромный побег бамбука. Принесла его домой, и мы его очень долго ели. Надо сказать, что дочка-то как раз его не ела. Она ещё была слишком маленькой, чтобы такое оценить. Ну, и если говорить об овощах, которые вроде как и не являются такими распространёнными, что их все подряд едят, но, тем не менее, есть в супермаркетах, то вот, например, у нас есть зелень хоризонтем. Кстати, цветы тоже продаются, но я не знаю, как с поеданием цветов, потому что я знаю, что их употребляют, например, в темпуру, то есть жарят во фритюре, а вот что ещё с ними сделать, я не знаю. А вот зелень хоризонтем употребляется довольно часто. Она есть в любом супермаркете. Стоит она где-то на 20 йен дороже стандартного шпината. И в зимний период её можно брать просто в качестве, ну, для разнообразия. И класть туда же, куда вы обычно кладёте тот же шпинат. Например, я её кладу в салаты. Но есть, конечно же, и по-настоящему дорогие продукты. Например, мацутакэ, грибы, которые действительно стоят очень дорого. Их называют японскими трюфелями. Да, для семейного бюджета они, конечно же, дороговаты. Но они часто закупаются разными заведениями в качестве приманки для покупателей. Скажем, вот меню от производителей бэнто, то есть еды на вынос, комадоя. И здесь вы можете сами сравнить сет с этими самыми мацутакэ. Он стоит только чуть-чуть больше, чем самый стандартный сет, который вы обычно покупаете. Получается, что вы приходите в свою самую обычную бэнтоя за тем, чтобы купить себе ужин, потому что у вас нет времени его готовить. Видите там мацутакэ, потому что сейчас сезон. И, скажем, покупайте их, если вы не купите себе десерт, который вы обычно покупаете, то обойдется в те же самые деньги. Ну, и еще один аспект, о котором необходимо поговорить, это создание ажиотажного спроса, спроса просто на пустом месте. В сезон появляется, скажем, мороженое со всякими сезонными вкусами, шоколад, всякие другие сладости, джанк-фуд и так далее, чипсы, например. Ну, вот, скажем, такая известная вещь, как киткат, которая в Японии существует помимо своей обычной версии еще в качестве китката с зеленым чаем, который есть практически всегда, потому что это Япония. Но буквально каждый месяц появляется еще какой-то киткат с сезонным вкусом или просто специальный киткат, который мы тоже часто покупаем, просто чтобы попробовать, как же это так, что же это за странный вкус. Это не имеет вообще никакой, по-моему, практического объяснения и делается исключительно для того, чтобы привлечь внимание и чтобы люди это купили и попробовали. Но, как вы понимаете, работает, и да, это покупают и едят самые обычные люди, которые просто дошли до супермаркета и увидели какую-то странную, вроде как и слегка привычную, но тем не менее странную еду. Ну что ж, какие выводы мы можем из этого сделать? Да, в Японии сезонность – это действительно очень важный аспект культуры, но при желании такую сезонность можно развить в любой стране, если только в это немножечко вкладываться. Скажем, если мы будем рекламировать кабачок чуть побольше, возможно, это станет настоящим правильным сезонным овощем. Кто знает. Так что нет, ничего особенно утонченного в этом, на мой взгляд, нет. Но штука хорошая и интересная. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.